Перед финальным сражением Найтадом станет странным для себя занятием. Он составляет список трюков на руле своего мотоцикла. Обычно он держит все в голове. Что случилось? Может быть он нервничает? В то же время его соперник Леви Шервуд настолько уверен в себе, что не считает нужным составлять такой список. Два лучших райдера достигли финала соревнования. Финальная пара Леви Шервуд из Новой Зеландии и Найт Адамс из Соединенных Штатов Америки. Леви Шервуд самый молодой райдер на этих соревнованиях. Встретится с опытнейшим спортсменом Нейтом Адамсом по кличке Разрушитель. И, как вы понимаете, эту кличку Адамс заработал не за красивые глаза. Она досталась ему после его многочисленных побед над очень и очень сильными соперниками. И все-таки скажу я вам, победа в квалификации на этих соревнованиях значит довольно много. Потому что в паре Нейт Адамс против Леви Шервуда Адамс будет выступать первым. А Шервуд будет иметь возможность понаблюдать за своим соперником и сделать для себя соответствующие выводы. Тем временем первый трюк Нейтом Адамсом уже сделан. Его время пошло. И Лэйзи Бой Флип в исполнении этого американского райдера идет вторым трюком. Снова на кикер. Клиффхангер Флип хотел сделать Нейт Адамс. Но этот трюк был выполнен не до конца. Очень на короткий промежуток времени он отпустил руки с руля своего мотоцикла. Не разогнулся как следует. В общем небольшая ошибочка. Но зато отличный 360 нак. Этот элемент мало кто делает на сегодняшних соревнованиях. Но хэнд флип. И далее попытка Кордова Флип. Но далеко не самое лучшее исполнение этого трюка. Я бы даже сказал, что это ошибка. И Дэд Бадди в исполнении Нейта Адамса. Да, жаль, что у него не получилось исполнить Кордова Флип. Судьи наверняка обратили на это внимание. И еще один флип. Одна рука была в воздухе у Нейта Адамса. И Рок Солид. Очень амплитудный прыжок. Нейта Адамс заканчивает свое выступление. Райдер из Америки. Нейта Адамс по прозвищу Разрушитель. Отличное выступление. Правда, не без ошибок. Не получился Кордова Флип у Нейта Адамса. Леви Шервуд выступает вторым. У него и так фора. А тут он еще и видел, что у его соперника были ошибки. Но это финал. И вполне возможно, что Леви Шервуд тоже совершит какую-нибудь ошибочку. В любом случае, Нейт Адамс, похоже, не очень расстроен тем, как он выступил. Я бы даже сказал, он доволен своим выступлением. Посмотрим, чем ответит на это Леви Шервуд. Шервуд проезжает на переднем колесе по боксу. Практически все райдеры сегодня здесь это делают. И он начинает свое выступление. Кис оф дэс на первом дёрте. Хилкликер Флип на втором. Время пошло. Это финал. У каждого райдера две минуты на то, чтобы поразить судей и зрителей. Стрипер Флип от Леви Шервуда только что мы видели в небе над Красной площадью. И Кордова Сид Грэп от Леви Шервуда. Неоднократно он уже демонстрировал нам этот трюк. Очень зрелищный. Посмотрите, коронный кис оф дэс флип от новозеландского райдера. Не перестаю поражаться, как стильно Леви Шервуд исполняет этот трюк. Лэйзи Бой тоже без флипа, но зато очень амплитудно. Мы видим желтый флаг. Время подходит к концу. Отличнейший рок-солид Леви Шервуд сегодня явно в ударе. Остается всего несколько секунд у него. И снова надёрт. Клиффхангер и приземление ноу-хенд. Замечательное окончание замечательного прыжка. Красный флаг. Выступление Леви Шервуда закончено. Идеальное выступление. Шервуд, похоже, сам от себя в восторге. И очки уходят в зрительный зал. Невероятно. Отличнейший финал. Замечательное выступление. Леви Шервуд и Нейт Адамс оба райдера показали лучшее, на что они были способны. Это звёзды мирового мотофристайла. Итак, мы ждём оценок судей. Мы ждём, когда же станет понятно, кто из этих двух райдеров станет победителем этапа в Москве. А пока посмотрите ещё раз на великолепное выступление Леви Шервуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Райдеры ждут оценок судей. Здесь Шервуд сообщает Адамсу, что рад, что он оказался в финале. И очко за разнообразие уходит Шервуду. За исполнение очко тоже получает Шервуд. Неужели, неужели он победит на этом этапе? Стиль Шервуд, да, у нас победитель. Шервуд побеждает на этапе в Москве. 18-летний райдер из Новой Зеландии со счётом 4-1 становится победителем на Красной площади. Резиновый парень, чемпион московского этапа. Я очень много тренировался после этапа в Египте. Я катался каждый день по 6-7 дней в неделю. До сих пор этот год для меня был не очень удачный, так что я очень постарался, чтобы принять участие на этом этапе и победить. Леви Шервуд получает заслуженный приз за первое место. Маленькую копию собора Василия Блаженного. Этот парень заслужил свой приз. За этап в Москве Леви Шервуд получает 100 очков. Нейт Адамс на втором месте он получает 80. Андре Вилла третий получает 65 очков в свою копилку. Теперь мне удалось побывать и на первом, и на втором, и на третьем месте. Мне кажется, надо снова всё повторить. Я очень постараюсь, я очень много буду тренироваться, чтобы победить на следующем этапе. Посмотрим, что получится. Андре Вилла пока что лидирует в этом сезоне по итогам трёх из шести соревнований. На втором месте Нейт Адамс, на третьем — Леви Шервуд. А Red Bull X Fighters из Москвы отправляется в Испанию, в Мадрид, на арену Плаза де Торос де Лавьента, где пройдёт четвёртый этап этого сезона. Ну а третий этап, прошедший в Москве, можно считать очень удачным. В первый раз за всю историю Red Bull X Fighters прошёл на Красной площади, и мы надеемся, что это не в последний раз. А наша программа подходит к концу. До встречи в эфире телеканала «Русский экстрим». С вами был Николай Кузьмин. Счастливо. Пока.